Всем привет! Сегодня готовим фаршированные шампиньоны. Такие грибы прекрасно подойдут в качестве горячей закуски и покорят всех ваших гостей и близких. Но также их можно приготовить на обед или ужин. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и интересных рецептов. Для приготовления желательно использовать крупные грибы. У меня шампиньоны. Грибы очищаем от кожуры. Это очень удобно делать с помощью ножика. Вот таким образом. Затем аккуратно убираем ножки у грибов. И с помощью чайной ложки немного зачищаем серединку. Ножки и остатки от грибов мелко нарезаем ножом. Очищаем и нарезаем одну крупную луковицу. На хорошо разогретую сковороду выливаем примерно 3 столовые ложки растительного масла. И начинаем обжаривать лук. Регулярно помешиваем. Затем к луку добавляем грибы. И продолжаем обжаривать. Шампиньоны с луком солим. Перчим. И добавляем любимые специи. У меня это сушеный чеснок. Еще раз немного перемешиваем. И отставляем в сторонку. Мелко нарезаем обжаренное куриное филе. Можно использовать любое отваренное или обжаренное мясо. Также подойдет обжаренный фарш, либо ветчина. В отдельной емкости смешиваем все ингредиенты для начинки. Грибы с луком. Куриное филе. И натертый сыр. У меня примерно 50 грамм. Выдавливаем сюда 2-3 зубчика чеснока. Добавляем 2 столовые ложки сметаны или майонеза. Солим. Перчим. И все хорошо перемешиваем. Начинка готова. Емкость для запекания немного смазываем растительным маслом. Грибочки тоже немного в серединке смазываем растительным маслом. И заполняем начинкой наши шампиньоны. Накладываем начинки побольше, с горочкой. Сначала запекаем шампиньоны в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 20 минут. Затем открываем духовку. Сверху присыпаем шампиньоны еще немного натертым сыром. И убираем в духовку еще на 10 минут. Посмотрите, какие сочные и красивые получились у нас шампиньоны. Это просто прелесть. Получается очень-очень вкусно. Попробуйте и вы. Всем желаю приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите мне ваши комментарии. Всего вам самого доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.